ПЕСНЯ Заплатимте тому презрением холодным, Кто хладен может быть к страданиям народным. Старайтесь разгадать цель жизни человека, Постичь дух времени и назначенье века. Что крошка мелкая я значу? Живу, заботливо тружусь, В желании счастья время трачу И вечно недовольной плачу. Чего же щу, к чему стремлюсь? В какой стране на что гожусь? Есть люди, до смерти желают Вопросы эти разгадать. Ну что до них? Пусть как хотят, О всем серьезно рассуждают. Я недоросли, Я не мудрец. И мне нужнее знать немного. Шероховатую дорогу, Иду шажком я, Как слепец. Смешным с этого слеп, Посмеюся, Прекрасно встречусь, Им пленюсь. С несчастным от души поплачу, И не стараюсь знать, Что значу. Теперь мы вышли на дорогу. Дорога просто благодать. Уж не сказать ли, Слава Богу, Труд совершен, Чего желать? В душе простор, Уму свободен. Да, ум наш многое постиг, О благе бедного народа Мы написали груду книг. Все эти дымные жбенки, Где в полумраке, В тесноте, Полногие ребятенки Растут в грязи и нищете, Где по ночам горит лучина, И раб нужды при огоньке, Седой, как лунь, Старик к ручину плетет Лаптишки в уголке. Все это нынче мы узнали. И, наконец, О, мудрый век! Как дважды два Мы доказали, Что и мужик наш человек. Все суета, Макнем рукою, Нас чернь не слушает, Молчит, Упрямо ходит за сахою И недоверчиво глядит. Пока мисс ум наш Созидает дворцы До пашни в облаках, Горячий пот она роняет На нивах, губнах и дворах, В глухой степи, В лесной трущобе, Средь улиц, сел и городов, И, утомясь, В дощатом гробе Опочивает от трудов. Чем это кончится? Едва ли Ничтожной жизни Горький плод Не ждут нас Новые печали На место прожитых невзгод. Если б меня наши враги взяли И перестали со мной говорить люди, Если бы лишили меня всего в мире Право дышать и открывать двери И утверждать, что бытие будет И что народ, как судья, судит, Если б меня стали держать зверем, Пищу мою на пол кидать стали б, Я не смолчу, Не заглушу боли, Но начерчу то, что чертить волен. И, раскачав колокол стен голых И разбудив вражеской тьмы угол, Я запрягу десять валов в голос И поведу руку во тьме плугом. И в океан братских очей сжатый Я упаду тяжестью всей жатвы, Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы. И в глубине староживой ночи Чернорабочий вспыхнут земли очи, И промелькнет пламенных лес стая, Прошелестит спелой грозой Ленин, И по земле, что избежит тленья, Будет будить разум и жизнь Сталин. Единственная ночевка на Воронежской земле Была близ станции Лиски, Теперь Георгилдеш, в кустах, Рядом с уже большим пароходным доном. Она лишь короткий передых Между вчерашней беготнёй по Воронежу И поездку к Дивногорским скалам. Каждая из русских областей Особая страна, со своим характером и судьбой, Но и среди них Воронежская земля Выделяется размахом степей, полей И высотой порождённой культуры. Эта тюркская сеть стала последней чернозёмной землёй, Впрямую захваченной в XVII веке Московским крепостническим государством. Дальше на юг шли земли Украинских и Донских казаков, Впоследствии лишь федеративно соединённые С Российской империей. Сама же Воронежская земля, Населённая наполовину русскими, Наполовину хохлами, Это встреча в веках московской власти С украинской и донской вольностью, Встреча европейской культуры И степных талантов. Что же получилось? Получился Воронежский культурный взлёт, Море первоклассных стихов поэтов, Сроднившихся с этой землёй, И поэтов, прямо на ней выросших, Из которого мы выбираем лишь капли. Утренней Острогорской электричкой Мы едем от станции Георгио-Удэш, Вдоль меловых гор Дона и притока его тихой сосны, Мимо горы в шатрище с кельями и церквями, До Дивногорского дома отдыха В бывшем монастыре, Чтоб пополадить по малым дивам, Скалам близ него, И большим дивам подальше. Дорога вела нас В нераспаханные древние степи, В память о их старых, Да русских ещё хозяевах, Той исконной подоснове, Которая, может, и не видна теперь В облике и характер воронежцев, Но, несомненно, скрытно присутствует И действует во всей воронежской жизни. Хазарское раскопанное городище, Шестой-восьмой век, О Руси мир ещё не слышал, А здесь уже возник передовой город Хазарско-еврейского государства, Порушенного в X веке Святославом. Потом селились печенеги, полосцы, Последние степняки татары Почитали воронежскую землю, Её огромное пастбище И преречные леса Своей излюбленной родиной. От них остались Лишь клочки былинного ковыля. Ненастный день. Дорога приходливо уходит вдаль, Кругом вся степь да степь, Шумит трава, Дремотно и ленивых. Немых могил старожевая цепь Среди хлебов загадочно синеет. Кричат орлы, Пустынный ветер веет Задумчивых, тоскующих поля, До тени от туч, Кочующих темнеет. А путь бежит. Не тот ли это шлях, Где Игоря обозы проходили На синий дон? Не в этих ли местах В ухую полночь В ярогах волки выли, А днём орлы На медных крылах Его в степи Безбрежной провожали, И клектом псов На кости созывали, Грозя ему великой бедой. Гей, отзови степной орёл седой, Ответь мне, Ветер буйный и тоскливый. Безмолвности Один ковыль сонливый Шуршит, склоняясь Ровной чередой. Мы дошли до больших скал Или див С вырубленными в них Монастырскими кельями И церквами. Говорят, Что место для монастыря Определил какой-то Проезжавший По дикому полю Митрополит И выписал Киевских монахов. Так что, может, Украинская колонизация Здесь даже опережала Русскую. Одним из укреплённых Городков Был Острогорск, До которого мы, К сожалению, Не доехали В своём путешественной Электричке Мимо Шатгоры И не смогли убедиться, Что из построенных в нём Украинскими казаками Черкасами укреплений И десятка церквей Ничего не осталось. Не смогли поклониться Памяти детства Художника Крамского И поэта Моршака. Но главное Кондратия Рылеева, Который прожил В этих белогорных местах Всего три, Но решающих годов. Бродя по гулким Меловым залам Пещерного монастыря, Вспомним о легендах И исторической памяти Этих мест, Сделавших из рядового офицера Истинного поэта И гражданина. Я и буду В роковое время Позорить гражданина сам И подражать тебе, Изнеженное племя, Переродившийся славян. Нет, Не способен я В объятиях сладострасти В постыдной праздности Плачить свой век молодой И изнывать Типящую душой Под тяжким игом самовласти. Пусть юноши, Своей не разгадав судьбы, Постигнут не хотят Предназначения века И не готовятся Для будущей борьбы За угнетенную Свободу человека. Пусть с хладной душой Бросает хладный взор На бедствие своей отчизны И не читает в них Грядущий свой позор И справедливые потомков Укоризны. Они раскаются, Когда народ, Восстав, Застанет их В объятиях Праздной неги. И в бурном мятеже, Ища свободных прав, В них не найдет Ни брута, Ни риеги. Рылеев не был Уроженцем этих мест. Родилась и воспитывала Здесь его лучшая половина, Горячо любимая жена И мать его детей, Наталья Тевешова. Сам он был Сыном Севера, Века Просвещения, Пламенным мечтателем И романтиком, Радищевым и Робеспьером В одном лице. Прапорщиком он участвует В европейских походах. Громя Наполеоновскую Францию, Он заражается И ее свободолюбием. Но получилось, Что именно на Воронежской земле Его взгляды соединяются С местными преданиями И историей Карамзина, С духом Баяна и Державина. Вместе с гражданином Растет здесь поэт, Субъективно соединяясь с народом, Чтобы с блеском И удивительной для крепостной России Страстью Развернуться в последние Петербургские пять лет Организации Северного общества И восстания. Здесь зародились его Знаменитые исторические думы. Удивительнейшая сила духа, Удивительнейший сплав Слова и дела. И как бы мы не ужасались Тем пропастям смертоубийства, Куда увлекла Рылеева Жажда освобождения, К агитационным призывам К ножам против вельмож, Против святош, Против царя, Мы не можем Не почтить памяти Самого пламенного И, может, потому Самого ошибающегося Сына России. На Острогощине Он перетолковывает Западную любовь К закону и праву В оправдание Любого мятежа И даже измены, Если они против деспота И за свободу. Новаторски Пересматривает он Отношения Прежде обожаемого им Петра Первого И Мазепы В думе Петр Первый В Острогорске И в поэме Войнаровский. Известно, Что в 1696 году После победного Взятия Азова Петр Именно в Острогорске Принимал поклонение Гетмана Мазепы Главы тогда еще Автономной Украины И как бы утвердил Его власть. Но Рылеев догадывается, Что Мазеп уже тогда Был неискрен Покорности Петру, Потому что стремился К независимости Украины. А независимость Может стать даже Оправданием Измены. Вот что Говорит в поэме Рылеева Мазепа Войнаровскому. Но чувств твоих Я не унижу, Сказав, Что Родину мою Я более, Чем ты, Люблю. Как должно Юному герою, Любя страну Своих отцов, Женой, Детями И собой Это ей пожертвовать Готов. Но я, Но я, Пывая местью, Ее спасаю От оков. Я жертвовать Готов ей Честью. Но к тайне Приступить пора. Я чту Великого Петра, Но покоряясь О судьбине, Узнай, Я враг ему Отныне. Шаг этот Дерзок, Знаю я, От случая Всему решенье, Успех Не верен, И меня Иль слава ждет, Иль поношенье. Но я решился, Пусть судьба Грозит стране Родной несчастьем. Уж близок час, Близка борьба, Борьба свободы Самовластям. Великая Привольная Придония, Родившая Россию Ее первую Великого Революционера, Подвигнувший Его на муку И подвиг, Устами Жены И детей Шептала, Наверное, И иные Цели. Но эти Голоса Он отклонил. И только Поэтому Вошел В свое Бессмертие. Вот что Он пишет Своему Товарищу Косовскому. Чтоб я Молодые Годы Ленивым Сном Убил? Чтоб я Не поспешил Под знамена Свободы? Нет-нет, Тому Вовек Со мной Не случится. Тот Жалкий Человек, То Славой Не Пленится. Кумир Молодой Души, Она Меня Трубою, Будя В немой Глуши, След Кличет За собою На берега Невы. Итак, Простите Вы, Краса Благой Природы, Светущие Сады, И пышные Плоды, И дон На тихий Воды. И мир Души Моей, И кров Уединенные, И тишина Полей Страны Болословенной, Где Горе И Сует, И Обольщение Чуждые, Прожить Бо Мог Поэт Бесприхотливой Нужды, Где Дни Его Текли Под Сенью Безмятежной, В объятиях Дружбы Нежной И Родственной Любви. И Вот Настал Миг Роковой, Когда Только Верой Фанатизмом Рылеева Сотни И Тысячи Русских Людей Декабристов Решились На выступление Против Самодержавия, Отделив Себя От Жалких Бессильных Слов Решительным Поступком И Тем Начав Гражданственную Историю России. Как Много Раз Он Предвидел Свою Судьбу Судьбах Любимых И Столических Героев. Час Битвы Роковой Приспел И Мы Отчизну Погубили. Одно Угновение Погубило Навек Страны Моей Родной Надежду Счастья И Покой. Оставалось Только С честью Умереть. И Релеев Идет В свою Смерть Бессмерти Без Колебаний. Да, Пусть Он Романтик И фанатик, Пусть Преступник По мнению Того Народа. Но Как Ясно Мы Чувствуем, Что Среди Наших Предков Он Редкий Под Действенности Человек. И В каждом Из Нас, В каждом Поколении, В самом Народе, В мирной Жизни, Он Каждый Раз Раз Возрождается Жаждой Подвига. Да, Релеев Засеял Своё поле. Своё поле Там, Где волны Острогощи Сосну Тихую Влились, Где Дубов Синистых Рощи Над потоком Разросли, Где С отвагой Молодецкой Русский Крымцев Поражал, Где Напрасно Брюховецкий Добрый Граждан Возмущал, Где Пленённый Славы Звуком Посидевший В битвах Дед Завещал Кипящим Внукам Жажду Воли И побед. Там, Где С щедростью Обычный Заничтожный Лёгкий Труд Плод Оратые Старичные Нивы Тучные Дают, Где В лугах Необозримых Поджурчание Волны Кобылиц Неукротимых Гордо Бродит Вуны Где В стране Богословенной Потонул Гуши И садов Городок Уединенный Остроговских Казаков